В суровом сибирском краю, среди зелёного океана тайги, лежит земля богатая, земля щедрая, земля кузнецкая. Земля эта уникальна, в своих недрах она хранит чёрное золото и газ. Но есть в ней ещё и то, что объединяет её со всей Россией. Это культура, основанная на духовности и нравственности. Точкой средоточения этой культуры являются православные храмы. В нашей кинозарисовке мы хотим вам рассказать, как один из кузнецких городов живёт этой культурой, как поддерживает связь поколений. Это город Киселёвск. Историей так повелось, что любое поселение русских людей начиналось с возведения церкви. Не стало исключением и село Афонина, с которого мы начинаем путешествие по храмам города Киселёвска. Афонинская церковь святых, равноапостольных Петра и Павла первой зазвонила колоколами в 1882 году. Это самая старая деревянная церковь на территории Кемеровской области. Петропавловский храм имеет свою богатую, неповторимую историю. Он пережил гонения XX века. В храме венчалось несколько поколений киселевчан. В нём рождались духовно, тысячи получили святое крещение. Афонинскую церковь прихожане любят ещё и за то, что в ней намолены иконы. Особо почитается чудотворная икона Иверской Божьей Матери. У подножия холма, на котором возвышается церковь, бьёт святой источник. На пути из Афонина в район обувной фабрики нам встречается часовня Божьей Матери Адигитрия. Она расположена рядом с городской автобазой. Не случайным оказалось такое соседство. Икона Божьей Матери Адигитрия является покровительницей всех путешествующих. В районе обувной фабрики стоит молодой храм святого преподобного Сергия Радонежского. Этот храм родился на месте бывшего кинотеатра. Этому поспособствовали жители района. Святой Сергий Радонежский – молитвенник о земле русской, покровитель всех учащихся и учителей. Поэтому это излюбленное место молитвы тех, кто является другом учения. Церковь Святой Троицы стала святым местом для прихожан поселка Карагалинский. В 91-м, в 92-м годах прошлого столетия были возведены стены новой церкви, на которой были пожертвованы 100 тысяч штук красного кирпича – афонинским кирзоводом. В декабре 96-го года храм был освящен по благословению архиерея епископа Сафрония. В храме имеются частицы мощей преподобных оптинских старцев и праведного Феодора Томского. С первых дней при храме работает воскресная школа для детей. В июне 2016 года митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил чин освящения закладного камня под строительство часовни в честь святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Уже через год храм собрал под своим сводом прихожан на первую литургию. Открытие храма стало возможным благодаря объединению усилий города и предпринимательства. Владыка рассказал о значении служения князя Владимира для развития страны, о взаимодействии светской и духовной власти в деле решения социальных задач. Храм расположен на границе двух городов – Киселевска и Прокопьевска. Визитной карточкой нашего города стал храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушница. Храм полюбился не только киселевчанам, но и гостям нашего города. Это единственный подобный храмовый комплекс на территории Зауралья. Центральные ворота храмового комплекса венчаются высокой звонницей. Помимо храма комплекс включает в себя административное здание, дом настоятеля и часовню Ксении Петербургской. В течение года в храме работает воскресная школа для детей и богословские курсы для взрослых и студентов. В деревне Верхчумыш на берегу реки родилась совсем молодая часовня – Срединья Господня. Нахождение человека в этом месте гармонично объединяет лучшее его качество внутреннего мира с красотой природы. Особенность этой часовни заключается в том, что это излюбленное место для молодоженов и семейных пар, которые отмечают юбилей совместной жизни. За часовней расположился сквер влюбленных. Средине – в переводе с греческого «встреча». И здесь, в часовне, Творец готов встречать и соединять сердца молодых. Ведь не зря бытует русская пословица. Браки венчаются на небесах. Следующим пунктом нашего путешествия стал один из значимых районов города – район шахты номер 12. Он известен не только старейшей шахтой, но еще и часовней святой мученицы Варвары. Часовня расположена у здания администрации шахты. Люди рискованных профессий, в том числе и шахтеры, видят в святой Варваре свою небесную покровительницу и просят ее уберечь от внезапной, преждевременной смерти без христианского покаяния. Внутри часовни на одной из стен находится мраморная доска с именами шахтеров, погибших за годы существования шахты. Конечной точкой нашего путешествия стал район Завода Знамя. Его украшает небольшой, но торжественный храм святого благоверного воина и защитника русской земли Александра Невского. Церковь расположена в Сосновом Вару и построена на пожертвовании заводчан. Внутреннее убранство церкви необыкновенно и величественно. Фрески на стенах рассказывают прихожанам житие святого князя. Этот храм находится на границе города и первым встречает тех, кто въезжает в него. Мы заканчиваем путешествия по храмам Киселевска. Каждый из них имеет свою историю и уникальность. Но всех их объединяет одно – бесконечная красота. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский именно это имел в виду, когда писал «Красота спасет мир». Мы приглашаем вас в наши храмы для встречи с прекрасным. Вы бесконечно будете открывать для себя сакральность человеческого бытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова